На РБК УФА время самой актуальной информации. Мы вещаем из отеля Краун Плаза УФА в студии Маргарита Гафарова. Здравствуйте. Начнем выпуск с ситуации по коронавирусу. В Башкортостане установлен очередной рекорд по числу зараженных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 290 человек. Об этом сообщает Оперштаб. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заболели 52 590 жителей республики. Вылечились почти 48 тысяч. На данный момент на стационарном лечении находится 697 человек. В инфекционных госпиталях развернуто 4525 коек, 86% из них заняты больными коронавирусом и пневмонией. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 917 жителей региона. За последние сутки 11 человек. За 32 неделю 2021 года зарегистрировано 1978 больных. Увеличение по сравнению с 31 неделей на 6,9%. Это 1843 больных. В настоящий момент находится на амбулаторном лечении 2977 человек. Из числа находящихся на стационарном лечении 697 человек. Подтвержденных в ПЦР тяжелых 61. Среди лиц, находящихся на стационарном лечении, только те, кто не прошел вакцинацию. Отмечу, что с начала пандемии коронавирус зарегистрировали почти у 4,5 тысяч детей. 700 из них были госпитализированы. 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам замминистра здравоохранения региона Ирины Кононовой, в начале августа в стационарах республики впервые находятся 100 детей с коронавирусной инфекцией. И в продолжение темы. В Башкортостане продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 845 тысяч человек. Первый компонент получили более миллиона жителей региона. За последние сутки привито почти 7 тысяч. Особое внимание эпидембезопасности уделяется на промышленных предприятиях. Руководство многих из них приняло решение при приеме на работу отдавать предпочтение вакцинированным кандидатам. Подобную политику сейчас реализует Башспирт, Буринтех, Альтернатива. А вот с сегодняшнего дня к ним примкнул и завод Стеклонит. На нашем предприятии ведется активная кампания по вакцинации. То есть регулярно мы приглашаем сюда представителей медучреждений для проведения вакцинации непосредственно в медпункте нашего предприятия при приеме на работу. То есть мы тоже акцентируем на это внимание и в первую очередь предпочтение даем тем людям, которые уже прошли вакцинацию. На предприятии для сотрудников предусмотрены выходные дни после каждого этапа вакцинации. Кроме этого, в качестве поощрения привитым сотрудникам выдают премию в размере 3000 рублей. Отмечу, на заводе трудятся более 550 работников, 40% из них уже привиты. И по словам руководства компании, формирование коллективного иммунитета необходимо для непрерывной работы предприятия. На данный момент производственная мощность завода составляет чуть более 90%. Для выхода на полную мощность предприятию необходимо пополнить, считает, еще 100 работниками. В Башкортостане за прошедшие сутки выявили 6 новых лесных пожаров. Очаги зарегистрированы в Денчуринском, Училинском, Бурзианском, Обзелиловском и Белорецком районах. Их общая площадь более 65 гектаров. Такие данные сообщили в управлении МЧС по республике. За последние сутки пожарным и волонтерам удалось ликвидировать 3 очага. Таким образом, на данный момент продолжают гореть 10 территорий на площади в 1500 гектаров. Самый большой пожар зафиксирован в Хайбуллинском районе. Там огнем охвачено более 1000 гектаров леса. В Бурзианском районе зарегистрировано 4 очага на 342 гектарах. На территории республики за неделю произошло 30 лесных пожаров. На сегодняшнее утро продолжают действовать 10 очагов, 6 из которых локализованы. Тушение этих пожаров осложнялось их быстрым распространением в трупнодоступной и горно-таежной местности. Для ликвидации лесных пожаров была направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России. В пожарные расчеты Госкомитета привлечена беспилотная авиация Росгвардии. Организована работа оперативного штаба. Кроме того, по последним данным, площадь пожара возле детского лагеря в Обзелиловском районе увеличилась до 15 гектаров. Накануне из учреждения эвакуировали 837 человек, 750 детей и 87 сотрудников. На тот момент площадь пожара составляла 1 гектар. Власти Башкортостана приняли решение передать без торгов 19 земельных участков для реализации инвестиционных проектов и строительства социально значимых объектов. Об этом сообщает Министерство земельных отношений региона. Отмечу, что предоставление земли без торгов является одной из форм поддержки инвесторов. С начала года в республике таким образом были выделены 13 участков, из которых 7 предназначены для масштабных инвестпроектов, 4 под строительство жилья и 2 под социальные и коммунальные объекты. В Уфе завершается подготовка к финалу 9-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Россия. На данный момент на площадке устанавливают оборудование и благоустраивают прилегающую к ней территорию. Для проведения состязания подготовлено 20 павильонов, их общая площадь составляет 70 тысяч квадратных метров. Коммуникации к ним уже подведены, ведется пусконаладка. В ближайшее время организаторы мероприятия установят по всей территории навигационные знаки. В принципе, идет все в плановом порядке. Есть жероховатости, есть недоработки. По каждому пункту у нас полностью отработан сетевой график. Четко понимаем, к 21 числу мы планируем, что все здесь будет закончено. 21 числа у нас приемка. Премьер-министр будет принимать полностью уже площадку. Техническая приемка была 16 июля. Сейчас мы уже будем сдавать всю площадку, так как она будет уже в дни проведения нашего мероприятия. Состязания WorldSkills пройдут по 105 компетенциям в 7 направлениях. Участниками чемпионата станут более 1800 конкурсантов из разных уголков России. Из них более 600 – это юниоры. Экспертное сообщество представит около 2000 человек. Для проведения соревнований республика закупила 3000 единиц нового оборудования и инструментов. И вот после окончания соревнований они будут переданы в колледжи республики. Это были региональные новости. Оставайтесь на РБК.